Друзья, если вы все еще не подписаны на мой канал, нажимайте кнопку подписаться и обязательно нажмите колокольчик для включения уведомлений, чтобы не пропустить новые видео, а их будет очень много. Всем привет, друзья, канал Куплено в Китае, сегодня будем ремонтировать телефончик в очередной раз HOMETOM HT6, я уже снимал одно видео по разборке телефона и второе видео я снимал по замене платы. И в этом видео также было показано, что у меня проблемы с дисплеем, то есть надавили, раздавили его, в общем-то сенсор работает, но естественно таким образом пользоваться абсолютно некомфортно, поэтому заказал Алиэкспресс новый сенсор. Компания SDEC его доставила и здесь, как видно, китайцы положил инструментики кое-какие, давайте посмотрим, что здесь еще есть, вот это вот у нас какая-то такая лента, типа двухстороннего скотча, для того, чтобы приклеить много пупырки, хорошая упаковка, то есть ничего не повредилось, вот сам модуль вот так вот выглядит в пленочке транспортировочной. Кому интересно, вот так вот у нас выглядит надпись на этом модуле, видно, что 14 год производства, ну да, это старая моделька, но не выбрасывать же ее, то есть я решил отремонтировать, вдруг пригодится, как запасная, например. Снимать видео по разборке я не буду, потому что уже это видео есть, кто не видел, может перейти по букве и посмотреть, я сейчас просто разберу и начну менять дисплей. Один нюанс, здесь сама батарея держится на двухстороннем скотче, вот приблизительно вот в этих местах здесь заклеено и расклеивать стоит достаточно аккуратно, по периметру можно чем-то туда поддевать и аккуратненько отгибать, для того, чтобы не поломать батарею. Можно отстаковать разъем самого дисплея. А вот здесь вот находится разъем тачскрина, после этого можно аккуратно снять плату, а точнее не снять, а отогнуть ее, для того, чтобы можно было подлезть к второй части вот этого разъемчика и снять его. И также следует отклеить аккуратненько кнопочки. У нас в руках осталась только рамка с дисплеем, ну может быть с нижней платой, в принципе ее можно не трогать. И нам теперь нужно дисплей каким-то образом отклеить и отделить от рамки. Будем аккуратно феном прогревать по периметру и аккуратненько расклеивать. Фен у меня специальный паяльный, но можно пользоваться обычным феном для волос. Я настроил этот фен на 100 градусов. И потом вот таким вот шпателечком буду по периметру пробовать все это дело расклеить. Можно также аккуратненько надавливать вот через такие отверстия. Все равно дисплей в принципе не нужен, вот при надавливании видно, что начинает отходить эта часть. Дисплей отклеился. Можно его аккуратно доставать. И кстати я ошибся по поводу даты. Это у нас последнее значение, это не год, это число. Год это год, 16 год. Здесь же у меня 15 года. Так, теперь необходимо аккуратно очистить посадочную площадочку. То есть удалить следы остатков этого клея. Какую-то грязь там вот это все. Все спиртиком протереть. Для того, чтобы клей хорошо у нас лег. После того, как протерли здесь все спиртиком, удалили полностью по периметру остатки клея. Будем клеить дисплей. Клеить я его буду с помощью вот такого клея. Кто хочет заморочиться, может поврезать полосочки. И приклеить я не очень хочу. Я уже в одном из видео показывал, что вот на такой клей очень хорошо все клеится. Кстати ссылочку на него вы найдете под видео. Тем, кто занимается заменой дисплеем, советую его к приобретению. Так как здесь вот тоненький носик, наносим по периметру тонкий слой этого клея. И после этого приклеиваем дисплей. Не забываем вставить вот эти вот шлейфики в места. Для этого предназначенные. И после этого аккуратненько проходим по периметру. Проглаживаем для того, чтобы все легло ровно и хорошо приклеилось. Если клея достаточно много налили и он выступил, его можно без проблем удалить вот таким образом пальцем. Скотав его в комочки. Можно вот такими вот канцелярскими скрепочками, зажимчиками прижать по краям. Для того, чтобы лучше приклеился. И подождать, ну может быть полчасика для того, чтобы все это прихватилось. И собираем все в обратном порядке. И прежде чем снимать пленочку, включим его для проверки. И убедимся, что дисплей поменен. Он функционирует. Как видно, изображение уже появилось. Сейчас проверим еще сенсор. Телефон загрузился. Как видно, сенсор работает. Каких-либо проблем с изображением я здесь не вижу. Все корректно функционирует. Поэтому можно снимать пленочку. И вот, пожалуйста, телефон практически как новый. Ну, в общем, кому было полезно, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Все ссылки, как обычно, в описании. А на этом все. Пока-пока. Пока-пока.